Наверное, мне грех не видит судьбу, если сейчас посмотреть, так на мою жизнь актёрскую. В общем, ещё сравнительно совсем небольшую, потому что мне в моей жизни актёрской довелось встретиться с людьми самыми-самыми разными. И в основном это были характеры очень яркие, страстные, очень сильные, необузданные. И я побывала в разных временах, и побывала в разных эпохах. Но, пожалуй, сколь бы ни отличались времена и эпохи, в которых жили мои героини, всегда оставался вот этот непостижимый, колоссальный русский характер. Вот и стойкости, и мужество, которого не перестают девицы народа всего мира. А когда он наиболее полно проявляется? Я думаю, что в пору любви. И вот мне особенно приятно это, как Наташе, как человеку, что все мои героини, все без исключения, оказались способны на это удивительное чувство. И значит, я глубоко убеждена, что все они люди талантливые, потому что любить — это дар особый. Мы так привыкли, мы все говорим с детства, вот любви все возрасты покорны. Конечно, это так, но далеко не каждому посчастливится познать это чудо. Многие люди уходят из жизни, так и не причастившись к этому удивительному великому таинству. Так что я думаю, что это и есть моя тема, тема любви. Ну, вы знаете, очень трудно сказать, есть ли самая любимая роль. Тут, наверное, надо говорить и подумать, и вспомнить о встречах с людьми, о тех встречах, которые могли бы тебя как-то обогатить. И духовно, и как человека, и как актрису, и как личность, если это присутствует. И поэтому это прежде всего встреча с моим мастером Бондарчуком, это бесспорно Андрей Михалков-Кончаловский, которого я так часто вспоминаю. Я тогда еще была совсем молодая, я помню, он мне сказал, вот, ты будешь вспоминать эту работу как сказку. Дора ты, Дора, так теперь я вспоминаю действительно эту работу как сказку. Это, конечно же, встреча с Петром Ефимовичем Тодоровским. Это военно-полевой роман, Митька-то этого не знает, он был совсем маленький, он лежал в пеленках, и ему было всего лишь две недели, когда принесли этот потрясающий сценарий. И когда была глубокая ночь, и он спал в постельке крепким-крепким сном, а я пошла на кухню, открыла сценарий судорожно, прочитала, значит, страницу одну, а потом, знаете, как берешь, когда книгу великолепную, ты сразу понимаешь, буквально страницу просмотрела, знаешь, чем ты имеешь дело, правда? И вот я, значит, просмотрела, заплакала, позвала всех своих и говорю, идите сюда скорее, по-моему, это похоже на искусство. Вот, и мы все прочитали, все заплакали, потому что надо было принимать какие-то решения, вот, и тогда уже последняя решилась так, думаю, ну вот, встречусь с этим человеком, посмотрю, что он из себя все-таки представляет Петр Ефимович. Вот, ну если да, то да, нет, так нет. И я помню, как зашел в квартиру такой ясное солнышко, добрый, удивительный человек. И, конечно, поэтому, я думаю, картина состоялась, и роль, может быть, получилась. Конечно же, это фильм Мэри Поппинс. Субтитры создавал DimaTorzok